Так вот. Вот опять случилось, что-то свапается, игра приостановлена. А вот, говорят, что он лагает. Не лагай. Зачем ты лагаешь? Вот, всё. Готовы игроки вроде. Рэдди, рэдди. Ну, ЦМ в шубе, кстати, эроров нет, ты заметил? Не, погоди, изначально в той игре тоже не было эроров, пока эгэм кого-то не убил и не украл коня, так что. Кстати, вот здесь-то конь у котла вообще знатный, можно было брать, что он в команде эгэма. Я у тиммейта тоже... Такого самого эгэма, посмотри, какой сет. Вообще, просто куст ходящий какой-то, фикус. Блин, такая ёлка здоровая злая. Так вот, да. Ну что, смотри, какие в этот раз вообще все аккуратные, никто даже никого забега никуда не делает. Ну, возможно, по клеверс посчитали примерно так же, как я. Подумали, что сейчас мы постоим, а потом пойдем и запушим просто мясо. Ну, может быть. Фаста гоним Keeper of the Light, стоять за спиной на уступы задувать и все. Вы бы. Да, просто Keeper of the Light. Ну, если, предположим, да, десятые минуты, не будет ни одного килла. Ну, что, теоретически возможно, да, если... Я надеюсь, что нет, я разомнил. Ну, не, погоди. Значит, точно влали отсюда. Нет ни одного килла. И потом просто по клеверс идут, у них пара аркан ботинков, мека, котел этот. Героями, которые есть у ПД, просто вообще ничего не сделать. Не, но герои-то сменятся. Так они не смеются, нет ни одного килла. Они могут отдаться. Но нет, потом сменятся. Но могут еще хуже попасться. Вдруг, как при Кемару, Баунти Хан. Всегда есть запасной план Глист. Есть, да. Ты просто идешь фидить и задерживайся до гляша, но, в принципе, шансы где-то 50%, что глист выпадет среди всех героев. Ну да. Суммарно здесь сколько? 80 героев, 90 с теми, что дано. Ну, как бы, есть шанс, что вообще глист не выпадет. Он очень маленький. Так или иначе будет. А если будешь умирать только ты, то шанс, что глист достанется только тебе, он выше. Да, смотрю тут, что творит и GM на верхнем коридоре-то. Он разминает, дэмэдж 85, что за бешеный урон 90. Я всегда беру дерево, когда мне не отдают керри слот. Беру дерево с топориком. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Так можно синий брать и кидать вражеского керри во врагов. Не, это зачем, так я ему игру порчу. А так ты просто, как бы, парниш. Я как бы, я простил керри. Хе-хе-хе. Понял. Слушай, пайкат. Загоняю этого за вышку, прожимается рефракшн. Аккуратненько пайкату, потому что могли бы ты прострелить. Санлайт. Получал тычек от вышки. Ого. Псиблейдс. Санлайт сам чуть не умер, но... Санлайт очень красивый. Сексибамбоа на коне. Пытается... Кабанчик в спину стрянул. Нет, конь уносит ноги. Ну, я думаю, что Сексибамбо коня терять вообще не хочет ни при каких обстоятельствах. Потому что этот герой в аэрдеме супер топовый. Там пайкат сейчас может умереть. Пайкат! Живи, брат! И живет ведь. Смотрите. А здесь уже и GM. И давай по спине. 75. 77. Бам. 81. Понарастающие лучи. Бам. Ну, нет. 8 хп. И умирает все-таки Кибровзалайт. И я-джитсу не умрет. Вот так вот. На вес. На пайкат. А пайкат. Тут спел отхилиться. Ванскур там. Ну, тут сместилось много народу. Ну и кто у нас будет вместо котла? Тоже будет вместо котла. Да, цикалист. О! Без головы и без гуча. Без рук, без ножек. Без головы и без ножек. Ну, что-то в руке светится. Зато непонятно. Висп! Маленький. Он чем-то бьет. Там заход в middle, смотри. Sunlight. Так. Sunlight. Разминаешь. И джем, смотри, уже в спину хочет. За двумя деревьями. Ваши сил света на верхней линии. Атакул. Убегает просто. Убегает, а здесь я-джитсу. Да, и выходит я-джитсу. Иван Скор. И все. И джему. Топоры. И джему сейчас будет больно. Его сейчас слагит. На вес. Ты посмотри, с какого расстояния. На вес там нет. Правда, мылда. На эгэм. Накинул все ливень гармору. Все пробили. Таким, минус дерево. Кстати, никого что-то борзеет. Смотри, он стоит за Т2. Дазл. Дазл. Так да. Слушай, ТП нету. А здесь я-джитсу. Я-джитсу его забло... Слушай, не заблосил. Дазл тонкий. Он пролез. Кто там резнулся вместо... Тонкий. Квин оф пейн. Квин оф пейн. Голая. Ну... Неплохо смотрится. Но Квин оф пейн она в принципе и так голая, поэтому какая разница. Тут ничего не изменилось. А, не сильно изменилось. Только она лысая, я теорет. Ну да. Не, ну слушай. Даггер спину. Знаешь, все женщины на любителя лысые тоже кому-то нравятся. Ну по-любому. Эгэм засыпали. Будет ли пинок. Шекси бомбои. Есть два стика. Ван скоро идет просто давить. В три те там. Не, ну у него тоже дэмэджей хватает. Не дерево конечно, но тоже 7 из 4 имеется. Дерево уже здесь нет, так что он топ-1. Тонс стал топ-1. Навес. Ну вот и все. Так, Джокал. Джокал, кстати, умрет. Джокал умрет. Не получилось. Егэм лысый Егэм забирает. Ван скоро пьет, пьет. Смотри, пьет ману. И... Стой, ману. Ооо. Еще пьет. Еще пьет. 120 будет засыпать. Навес. Егэм. Ох уж этот Ван скоро что творит. 1-0-2 уже стата. Тонс риснулся. Тимберсоу. Который тоже странно выглядит весьма. Что? У него нет руки одной просто. Белые. Так, Эгэм теперь играет на Элдертайтане, у которого тоже из рук пропали его степлера. Степлеров нет, да. Ну ничего, у него просто синдром широкой спины. Мико керри даззл, кстати, где-то я это уже видел такую историю. Керри даззл это норм. Мид даззл тоже норм. Начинают гонять джакала, он не видит чем выпилит. Пытаются убить пайката, замедляют пайката. У пайката есть ботиночек, пайкат убежит скорее всего. Хотя, да, убегает. Да, у Сумлайт уже спал, кстати, рефракшн, поэтому он дэмэдж начинает получать. Тут, смотри, четыре игрока про доты Мидли находится. Так, можно кстати, потому что Мидрима, смотри, сейчас можно закинуть даззл по пайкату, и пайкат умирает. Подожди, пока, по-моему, умирает Мидрим. Нет. Трим. Воскор переагрил вышку. Боже мой, ты что за Иисус играет? Сходи, прогуляйся, ты воздухом подыши, походу только с компьютера играешь свой. Сказал чемпион мира киберспорту. Ну, с чего не отнять, с того не отнять. Ну, и в итоге пока что про дота неплохо давит. Ага, тени отключился от игры. Ванскор, пошел прогуляться, походу, походу, да. Ванскоро, гуляй, слухом подыши. Интернет, говорят. Блин, Джерри Квапу убили. Она под гоп-стоп могла нормально разваливать. Ну, могла. А, чё, уже все вернулись, ничего себе. Все вернулись. У нас Бэйн, но Бэйн, правда, без эроров, потому что он голый. Все на ком нет ничего. Жакал держает по бамбуку и иное что-то. Как-то бамбуку, по-моему, по барабану, на самом деле. Выходит пайкат, можно усыпить. Кала, есть лип. Тимберсоу только 5 уровня. Больно здесь джакал взорвали его просто за секунду. Пытался он себя как-то спасти, но нет. Так, секси-бамбу. А что ж, Ванскор? Тимберсоу кинуть его и поедаю здесь Ванскора и умирает бамбук. Тут ещё и пайката можно убивать на самом-то деле. Хотя нет, Никва пришёл. Никва. Слушай, третий яд, на самом деле от этого хрена уйдёшь. Ванскор. Раскистовался. Ванскор, блин, ты посмотри, какой жёсткий гейминг от четырёх клеверов. Они сейчас камбэк сделали нереальный. Ну да, тут пришёл очень отожранный Даззл, у которого сейчас седьмой уровень будет. И шмотки очень крутые. Ну, для такой игры как бы крутые. У него есть целый брасер, целый буль. Ну как бы это... Рубаха парень просто. Это лучше ИТВ в этой игре. Я боюсь, что лучше-то ни у кого не появится. Поэтому вот здесь чемпион. Сейчас ещё ПТХу возьмёт или что? Да, ПТХу берёт. И всё. Я же играю на этого Клока. Как это там? Рубаха парень. Слушай, он... Он похож на... Я даже не знаю на кого-то. Что-то он мне напоминает, как будто бы из какого-то мультика что-ли. Понятно. Должен быть хукшот сейчас в яджитсов. В это время забрали расту, есть хукшот, не дотянулся, яджитсу начинает просто уходить. Блин, если бы на меня такой прыгнул хукшот, я бы от смеха умер и не смог бы бегать. Я бы бил по столу и кричал. Слушай, ты как-то окружил ошибками его. Ты весь в эроре просто. Так это такой тонкий намёг, что все твои действия это ошибка. Раз ты сюда попал, братан. Башню силу света на нижней линии... Не попадает с тоном. Блин, на самом деле тяжело комментировать, дорогие друзья. Он гладит рукой крипа. Там, скорее всего, смейдж появился. Тоже такой себе петушок. Башню силы тяны от центральной линии атакуют. Один без головы. Таак. Оттолкнул от ошибки. Великолепные ошибки поставил... Клакверк. Ну и будет облегать, скорее всего. Ну он сейчас поймёт. Никва, а у Никвы есть Грейв появился так ванскор. Сейчас больно будет. Блин, это третьего уровня яд. От него все отвыкли, а он дэмэдж наносит просто... Бешеное количество. Ну, секс, типа, мол, в итоге выживает. Смотри на этого скаймага. Таак. Санлайт подходит. А чё ты сюда пришёл-то, братан? Ну, здесь идёт джинс. Что это за герой вообще ТТК? ТТК? Я вижу битву каких-то голых и летающих мужиков, на самом деле. Так это... Блин, это уже не дота получается, если это битва голых мужиков. Это другая игра. Это совсем другая. Возможно, мы в лальце? Возможно, очень. Ну, не знаю. Начинает напугаться. Так. О, он у дэ пришёл. У дэ пришёл, тоже на эроре катается, санлайт ловит. Это что это? Ванскор! Голый Ванскор в атаке. Смотри на эроре между ног. Господи. Что происходит? Блин, на самом деле... Витрим. Я поставил ближний просмотр. Ванскор поход на... Женщину резиновую с... Ванскор вообще нет. Убили резиновую. Попнули. Слава богу, на это я не смогу действительно досмотреть. Так, прячут санлайт в очередной раз, у него... Уже там совсем манки не хватает. Серьёзно, у него 39. Самая тупая там была рассетин в истории, у него 39. Серьёзно, это Урса. А чё Урса? Урса? Урс она бутрыя... Урса, кстати, агета, хотя бы... О, эр... О, эр... Эганист нормальный... Он снял сет. Он снял сет. Кстати, он ставил варды. Понимаешь, что он... Он мог похерить всю игру там. Сейчас. Своими действиями промечиваем. Так, ну ты понимаешь, что... Эрена си бампулает. В ганг вышел 2-4-5. Слышь, ээээ... Ты понимаешь, что ЕГЭ, ну, плавает, он не летает. Обратите внимание... Камурса! Всё, всё стало понятно. Где петушок летающий? Вот он в миде там раздаёт. Санлайт, байката. Так, байкат, будет ли что-то делать? А что делать? А надо дирайт своего и бежать. Не, ну знать не получилось, есть вообще Финс Гриб, подходит до ванскор, это Рейнс Кинг, толстый он какой-нибудь в ширине, жертяй. Идёт и месит просто ванскор. А как убить этого Бэйна? Если он ещё успеет сделать бренд сам, он не успел. У него есть мидрим, на хускаре. Поджигает никву, никва очень не хочет умирать. Разминать EGM здесь не может, мана у него не хватает на мистик плеер. Пайкат глубоко зашёл, брейнсап, мидрим может погибнуть, погибает здесь мидрим, вы только пайкат можете Финс Грибом пощекотать, но он не решился тратить тиммейт, хотя зря. Да, лучше бы, наверное, хоть кого-нибудь пощекотал за всю эту драку, чем никого. Никву убить будет очень неплохо, если ванскоро получится, потому что этот никву, конечно, задолбал. Тут Юджитсу на волке просто забегает, да, и никву тут вафли. Вафельке. Да, подбегает Секси Бамбуа. А куда он прибежал, то сейчас его тут тоже убьют, на самом деле. А у ванскоро сейчас будет стан, кстати. Ну да, и Асаксе тоже сюда пошёл на какой-то фиг, на самом деле одного он завалил, но там, по-моему, а реинкарнации уже нет, тогда ладно. Там мана кончилась просто, ванскоро на всю ману раскидался станами, но и в итоге Секси всё-таки разменял кого-то хотя бы в этой драке, но очень много людей умерло у поклеверов. Слушай, куда бегут? О, кунка пришёл. Все куда-то бегут? Слушай, а кунка не похож на пирата, он похож на заблудыгу грустного. Ну как бы он тоже из того сеттинга пиратского, но только он как бы не капитан корабля, а барный пьянчушка такой портовый. И где у него рука? Почему обе? Я ещё думал, что у кунки одна рука. Так, ой, ломит здесь с митрима, что... А, это Леон, боже мой. И он упал под кустом. И пришёл варлок. И снова этот чел снать без коня. Теперь ванскуару... Он вообще без сегу, по-моему. Галем упал ванскуару. Без коняк из головы без зоны. В общем, больно. Варлок ещё более-менее на себя похож. Да, но, кстати говоря, почему-то не хочет байкат кидать кораблей вообще. Он не капитан, мы же сказали, с булдыгой. Ну да, у него нет корабля, судя по сути. Жакал, но умненайт. Боже, умненайт в ARDM это худший вообще герой, в смысле лучший... Ванскуара подожгли, тычка с ручки, ванскуара догорел. Но EGM здесь тоже погибнет, там шоу под хилл. Серия минусов, 26-26 счёт на данный момент. Эта команда одинаково близки к победе. Смотри, Бонник. Бонник. За победу... ...пд, потому что у них умненайт. Ну, если он, конечно, не затопит. Вообще, вот когда этот умненайт вот так вот попадает на какой-то 12-й минуте, у него уже 9-й левел, он сейчас себе может купить ещё какой-нибудь мано-ботинок или барабаны для монопула. И всё, все драки вы начинаете выигрывать неожиданно. Башню силы на центральной линии атакуют. Тут Феникс. Феникс. Где крест Кунки? Где Кунку для начала? А, это Кунки. Блин, я думал это... Мне показалось, что это Рубик, потому что он был налажен... Пугна идёт. Башню силы света на верхней линии атакуют. Пугна, а? О, Никва на пугне. Пуш? Блин, так Никва 9-го уровня с барабаном нулём. Это ему, конечно, очень повезло сейчас на эту пугну. Так, вот он у меня на и здесь убивает, если бамбука. Бамбука погиб уже, да. Там, ну вышка должна упасть. Ты один только должен Никвыч в 1-бласт 4-го уровня кинуть. О, ЕГМ. Это кто? А, это Сларк. Купни Гуля. Так слушай, так это Вега Сквадрон какая-то бегает. Ну, вообще, да, похоже. Колот. Сейчас врыв быть на Джакала. Он, кстати, без маны. Захилился. Никва пока живёт. Он скоро моментально склеился и Джакал тут нюхает. Джакал, боже мой, нельзя хидить. Джакал, ой, тут прилетает. Сонлайт. Что творит? У Джакала нету маны. Бей стики, братан. Аклдаун. 10 секунд. Аклдаун. Корабль. Разробила корабль. Трим, если яйцо, нажимаете яйцо. Ну, я думаю, что я сломаю. Сломаю. Сейчас... Минус 5. Как-то так. Ну, Джакал подставил свою команду. Я отвечаю. На Omni-Night, он решил... После того, как он выпал Omni-Night, и как он, там, что-то пофармил, кого-то убил, он решил купить Мидасу. Он его купил, но в итоге у него не было маны на драку. Сейчас были бы ульты, БСБ, Сокири Белы, там, силы, они скорее всего драку бы выиграли. Ну, и пугну уже, смотри, 11 уровня. Полторы тысячи на руках. Никого вообще тут, по-моему, всего по... А, да, он уже всего два раза. Он на Дазли очень много откатал. Его сейчас на пугне еще завис. Вот такие ССФ появляется у... Так, а, голый раздор. Так это непонятный манекен электрический. Сейчас Джакал не крутит Даз, у него есть рецепт на Мидасу. О, Ванскор, он бездравит. Он умеет на нем играть, вот что я могу заявить. Со всей ответственностью, поэтому... Грызет. Курса Шатл Демон спрятался. ССФ Тестер, срабатываю ЕГ. Мы уже почти весь дэмэдж высосили. Запрыгивает сюда Секси Бомбо. Джакал еле живой, взрывается здесь Джакал. Сунлайт тоже, наверное, отсюда не уйдет. Будет ли баунс? Баунс будет буквально через секунду запрыгивать и берет. Минус Ванскор, это уже минус 3. Без потерь бегает здесь Митрим. Разбрасывает своим экзорцизмом. Никва еле живой, получает филд почти на максимальный рейдж. Два хп у него осталось. Два, блин. Это так, наверное, неприятно. Потому что Пугну убить было бы очень здорово все-таки. Этот герой слишком мерзкий. На два хп. Да, ну и все хуже становится у Продоты. Вроде как начиналось очень даже неплохо. Урса с Мидасом 11 уровня. И совсем скоро сможет забрать еще одного. Рошана Саксы, кстати, на этом герое подзавис, я бы сказал. Да, так он хочет забирать Рошана, чтобы Аегис забирал никвы какой-то. Я думаю, что Саксы потом может получить большой уровень, нафидить Урсу и понадеяться на какого-то более хорошего героя с большим левелом. Смотри на Дума. Отчасти мне так. Ааа, я все понял. Все не так. Ты видишь эту голову? Ты видишь эту голову Думы? Что это за маленькая черепушка торчит? Ха! Регенерация! Убирает Мекку. Кимик. Куловища, кстати, нет у его наездника. Ну что, будет стычка? Егэм. Толстые тела в экстази. О, Пуджик с Мидасом! О, Пуджик с Мидасом! Ну так все, поехал. Так слушай, Пуджик, Пуджик, Пуджик может что-то перевернуть. Ну вообще-то сомнительно. Ну тут Никва, он купил себе Сенши, у него 1400 хп. Кстати говоря, Меха есть у Пайката, ловит здесь Дума. Ловит его на Торен, где корабль, вот корабль. Сексси Бамбо, да, Дум взорвался. С Сенлайда тоже начинаются проблемки, он там вроде пока убегает. Митрим, ультимейт-то нет, огромный кулдаун. Ну выкистовал ультимейт вроде час назад, но до сих пор кулдаун. Ванскор, Погоня, ЕГЭ, баунс отсюда, Сексси Бамбо. Ман еще есть, Пуджик выходит, начинает жрать, есть ли щип спить. Пошел Даркпак, Сексси Бамбо еще улетает, в итоге Джакал здесь снова погибает. Ну не перевернут здесь паджик, ничего. Ванскора просто высасывают. Никва просто сосет из Ванскора, Ванскора здесь вафельки настали и Сакс, у него нету блинка, но зато ловят на Торен сонлайд и его там уничтожают. Это конвейер на самом деле, просто у СПД они за последние, наверное, несколько минут ни одного фрага не делали. Да, и вот особенно приятно, когда при такой ситуации тебе выпадает Рики с девятого уровня. С Медасом. Да, с Медасом. Хирург. Это такой хирург-бомж, который забыл закончить высшее учебное заведение, поэтому... Когда знаешь, в Симпсонах был такой официальный хирург, а был такой частный, к которому мы все время ходили в каких-то случаях непонятных. Я не помню такого. Ну был, я не помню как его зовут. Ну вот Урса стоит на Рошанчике, Бутсов Тревел уже есть. Одиннадцатый уровень и Рошана насомнёт моментально. Нет, конечно, Морбид Маска, это неприятно. Но это не суть, важно, тут есть пайкат, зато у пайката есть мека, есть урна, пайкат может потанчить. Ну и мне кажется, что Aegis отдадут никви, если хотят действительно победить, потому что пока есть пугна, победа за прокливерами. Они всё пушат. Пошёл Смок! Пошёл Смок! Пошёл Смок! ЕГМа хотят убить. Скорее всего убьют, на самом деле. Хотя толстый, Shadow Dance есть, 1100 тп. А тут рикетч, тут туча. Опа, забежал в тучу, оп, и умер. Он вышел из тучи вниз, но потом решил в тучу вернуться. Там забыл. Ошибся, да? Нет, ну, когда играешь в DM, ты как бы можешь не среагировать на то, что врагу выпало рикетч. И ты в итоге видишь какую-то тучу и думаешь, что за хрень, почему я не могу выйти в инвиз? И только потом понимаешь, что туча лежит просто под тобой. Вот он заход на хайграунд уже от никвы, начинает спамить пластами, этим пугна отличается, потому что ей не обязательно заваливаться, она может периодически вообще просто кидать пласты, тем самым и убивать крипов, и убивать вышку, вообще всё убивать. Ну да, областа, конечно. Там Ригей, Риги погиб, идёт танковать Урсаурса, здесь может, кстати, и погибнуть. Ультимейт уже окончен, передает Секси Бамбо на фулману. Такой Бамбо ещё АЕГС сейчас появится. В принципе, его можно убить, наверное, через посадку птицы Сталин. Сталин мимо. Посадка птиц нет. Посадка птиц тоже нет, да. Секси Бамбо, конечно, топ не умрёт, а там бараки упали, на самом деле. Там сторона, минус, на самом деле. Байбэк от Луны теперь, ванскор. Кстати, Эклипсика, можно здесь кого-то подхарасить? Луна тоже достаточно забавно выглядит. Да, но тут можно подхарасить, можно об вард себе лицо расхарасить, но, кажется, они никого не смогут поймать. Станов нет практически у. ВД сейчас нет, ну вот, станов. Они не могут кликнуть в вард, видишь, они просто не могут бить вард. А, да? А, это нормал, всех убивает, смотри. Кайф. Кайф. И это Текис. Он взорвался. Я только хотел сказать, что Текис очень жёсткий в этом моде. Никва. Выживает. Погоня. Санлайт. Голый билдсикер. Вообще какое-то бестелесное создание. Вроде как мужик, а с лица не мужик. Санлайт. Санлайт. Уйдёт ли отсюда? Адаптив страйк от Ванскора. Погибает здесь Санлайт. Вараки всё ещё стоят. Напоили Ванскора здесь пивком. Попытаются уйти. Начинают подрезать его, кстати, Спектра. Спектра-то с Медасиком. Тревелами. Неприятный герой. Ультфурыча. И пережили. Так, кажется, никто не собрался умирать. У Джем ещё есть ультимейт. Тем более, уже все по-моему. Энигме. Уже есть. Не, уже по-моему. По полу的 если он не будет, он Энигме, он сейчас скорее всего покинет. Он вообще так и... Оооооооооооооооооооуо正тое..! И всё, минус. Делает один, минус два и минус скорее guess всего три. Да. И жизни кончаются. Упады жизни закачаются, бараков нет. И что делать? Что делать? Сейчас поресаются, у них останется три жизни. Луна всё ещё есть. Вы ashorekли тут получил. Бимчиком по голове отпаивают ЕГМ. Сокси Мамбо всё ещё жив. Поиндь и пустыр в кармане. Тищонка есть. Джакал сейчас, по-моему, погибнет, а так и есть. Зарубило его пугна, хотя замахивался вроде как. Эрорчики катаются вместо идолонов, скорее всего их бить тоже нельзя. Не самая приятная ситуация. Окей, ходячие эроры. Моук. Смотри, но вышка ломает вард. Правда, ей надо очень много ударов сделать. Но рано или поздно она справится. Ну и что у нас, дроу рейнджер, дарксир и дебил спирит. Слушай, но дебил спирит может всё изменить. Всё, правда, где-то рук. Это не важно. Вакуум, ты посмотри, а где стеночка? Вот стеночка от Sunlight, пошёл чайничек. Да тут прямо с Киауе прокат вкатывается. И Ванскор просто пошёл разрывать одного, второго, третьего. Всех убивает Ванскор и умирает. Не, он ещё жив, Ванскор ещё жив. Ванскор ещё может здесь побаковать на самом деле. Ванскор пока ещё живёт, нет, погибает. ЕГМ всё ещё жив. Напоить под пивком Лича. Лич забивает ЕГМ. В итоге две жизни только остаётся у Петери. Закал. Но в этом нет смысла, потому что больше не будет пятерых уже. Больше не будет пятерых. Втроём. Кому-то не повезёт. А, ну кому не повезёт, не повезёт. Ванскор и тому, кто играл на Лича. Да. Митрим. Митрим уже, по-моему, дисконнект у меня написано. Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. В статистике героев. На слэш есть нажать? Башню сил тьмы на нижней линии атакуют. На слэш. Смотри, там треки. Там есть треки. Там есть ОП, Лайфстиллер и Кентавр. Слушай, ты тут такими героями можно бодаться? Не, ну да. Лайфстиллер с Мартиканом, как бы прейсером Мидасом. Всё, смотри, у врагов Джекерос. Нельзя бодаться. Ты проиграл. Смотри, как его взорвут просто. Почему БХ тоже какой-то бомж сутулый? Ну за БХ вообще, чтобы непонятное произошло. Вот нашёл. Чен, а? Нашёл и пошёл, и руби его. Ломай. И Кентавр? И минус один. И это под треком, братиш. Под треком. Нужно всего лишь 14 человек убить. Так, Джекала, у него нет ультимейта уже, но... Как он будет выходить из этой ситуации? Где стампит? Где стампит? Стампит, братан. Засуря, где стампит? Он забыл, что он у него есть. Походу, да. Узкая. Нейсунлайт, один против всех. На Баунти Хандере, сможет ли он выиграть эту игру? Нет. Все говорили, что нет, а он... Победили силы тьмы. Нет, не смог. Ну что ж, с довольно-таки большим перевесом клевера побеждают. 0.14, как бы... 14 героев в запасе, это довольно-таки много, я бы сказал. Половина, считай, почти. Ну, чуть меньше половины. Ну, был один момент, где просто клевера пошли в пятером, когда была у них Кунка, был Кунка, был Пугна и Мека появилась. И просто на конвейер насадили ПДА, они что-то как-то не смогли собраться с мыслями. Ну, на героев, может, чуть не везло, потому что все-таки в один момент у клеверов сильный был такой набор персонажей, а у ПДА как-то до конца игры так сильного набора... Нет, в самом конце был, когда у них был Земляной Спирит и Дарксир, Лич, вот это была неплохая комба, но они уже поздно было, конечно, что-то делать.